У меня здесь привычка. Да, все четко. Привет, дорогие мои. Вот человек перед вами, передо мной, который приехал не так давно, буквально дня, наверное, два во Флориду. На последнем рейсе он улетел, когда это можно было сделать. И улетел он из России до Канкуна. И это история. Как ты доехал до Тихуаны, скажи. Начнем с этого. А, именно до Тихуаны? Про билеты рассказываешь? Про билеты. Смотрите, сначала, получается, мы взяли билеты не те, но это оказалось очень большой пользой. Какие не те? Мы взяли, наверное, на месяц вперед билеты туда и обратно. Это я замутил по ошибке просто. Вечером брал и взял билеты на месяц вперед. Но они все-таки пригодились. В итоге они пригодились. Потом взяли билеты уже правильные. На следующий день я полетел в Тихуану. Думал, ну, нормально там, прикинулся пьяным дурачком, который путешествует. У меня татуровки, майку одел и прохожу. Но история о том, что там будет два кордона и они будут проверять, там уже не так было. И уже прям у всех спрашивали паспорта. Прям на выходе у всех, типа, показывать паспорта свои. И у кого видели русские паспорта, сразу загоняли в загон. В загон. А у кого были американские, мексиканские, типа, они просто проходили, даже не проверяли документы, ничего. Просто видели, то, что они нормальные. И у кого был сразу на руках букинг, обратный билет. Все, типа, всего хорошего вам дня. До свидания. А у меня не было ни обратного билета, ни букинга, телефон сел. Я такой в панике стою. Что делать? Уговариваю его подозрить телефон свой. Он такой, окей, типа, и сразу покажите. Только там, типа, нельзя лазить. Я такой, блин, что делать? Я быстренько просто оставлю, пока он не видит. Набираю Васю насилие. Такой, можно, мне букинг. Быстрее купить букинг. Да, можно. Все мы бросаем и тут же делаем букинг. Время было, наверное, час ночи. Час ночи. И я такой, блин, как-то меня разбудил, что я руки обычно не беру. Да, и для меня прошел звонок. Я прям был очень удивлен. Вот. И сейчас он мне отправляет букинг там на сутки, которые взят. Я думаю, что делать обратный билет там? И вспоминаю то, что у меня есть обратный билет только на 30 марта, который там через месяц, по факту. И я вам показывал все в телефоне. И меня повезло в том, что он просто все отфоткал, а у меня телефон так себе такой, отфоткал издалека, кому-то отправил. И проходит минутки пять, такой, типа, вы свободны, идите. Все, я ухожу, весь счастливый, второго кордона никакого не было. Стояли военные, но военные стояли около выхода. И все, я вышел в отель. Я в отеле, в Тихуане. И отель тот самый, где, по ходу, все останавливаются. Туристы, которые прилетают в Тихуану и идут дальше. Нет. Все прилетают в обычную скалу. Отель «Скала». Ну, ты был в том же номере, где я знал. Да, но там никого не было. Это был последний номер в этом отеле. Он был полностью, как это, sold out. Полностью везут. Возможно, да. Но, как я заметил, по ее сторонам все прилетают в скалу. Отель «Скала», откуда всех забирают и дальше, получается, везут именно пешим ходом. Ну, в общем, дальше история должна была быть связана с автомобилем, с покупкой и движение дальше по накатанной через Сан-Исидро в Америку. Либо тебя разворачивают. Общая известная история. Но потом что-то пошло не так. Да. Я рассчитывал, да, изначально то, что приедет какая-то за мной машина. Я туда сяду, заплачу определенные деньги. И меня привезут через Сан-Исидро, все будет хорошо. Но я нахожу номер телефона. Думаю, все окей. Это тот чувак, который меня посадит. Я рассчитываю на то, что он меня перевезет. Но в конце оказывается, что какой-то пеший проход через забор. И я звоню опять-таки Василию и говорю, так и так. Он такой, типа, через забор перепрыгивать или нет? Я не знаю. Если перепрыгивать, то не надо лучше. Если какие-то обороты, то окей. Все. Я отдаю номер телефона этого человека Василию. Да, я расскажу. В общем, для меня это было просто новая информация, как это можно делать. И в итоге я связался с этим человеком, с этим койотом. Он мне дал людей, которых он уже провел, которые уже в Америке находятся пару месяцев. Они мне все подтвердили, все объяснили, как это работает шаг за шагом, что это нормально. И в дальнейшей перспективе это даже лучше, чем проезжать на автомобиле через Сан-Исидро. То есть, это не кидалово, ничего незаконного. Это просто один из способов, как пересечь вот этот забор, там, пупырки и всякую херню. Точнее, как объяснили, это незаконно, это неправильно, но Америке надо закрывать глаза. Ну, пока что это более-менее законно, из незаконных способов можно так называть. Да, да. И форму дает одну из лучших. Ну, не всем, конечно. Типа, русским дает, а там форма другая. Ну, ладно, дальше. Ты с этим человеком связался. Дальше связался. И произошел самый интересный момент, то, что он такой, типа, два-три дня, типа, ожидай, типа, мы тебе сообщим, и время сообщим, и зато приедем. Такой, окей, в этот же день. Я пошел на магазин, думаю, все, покушать и ложусь спать. И он мне пишет, звонит, два часа на сборы, я у тебя буду. Такой, что, как, время 8 часов вечера, я реально уже ложусь спать. Все, такой, хоп, душ туда-сюда, быстро начинаю собираться, готовиться, все учить, всем писать, а у меня не объяснило ничего толком. Я ничего не знаю, куда я еду, что будет. Я думаю, все, на границу два часа ночи. Вот я два часа на границу поеду, и там меня схватят. Все, я со всеми прощаюсь, вещи собираю. Сажусь в машину, мы едем, я думаю, все, едем реально на границу. Я ничего не спрашиваю, просто такой, привет, привет, привет. Деньги я не передавал сразу. Забрали мы со скалы еще двоих, одного армянина, и там кого-то турка, и девушку. И просто едем. И все, короче, я уснул, проснулся я от боли в ушах, то, что были горы. И он, говорит, такой, пять минут, мы, говорит, приехали. Мы приехали в город Мехикали. Думал, все, на границу. Все, я уже готовый морально, такой, поддерживаю себя. На самом деле, я боюсь дико внутри. И вот такой, оповорачивается, останавливается, говорит, все, заходите, типа, давайте спать. А мы разве не на границу? Говорит, нет, конечно, ночью, там, типа, убьют сразу и так далее. Все, мы ложимся, очень был комфортный дом, очень комфортный. И сам человек был русским, как бы, он такой, а ты, говорит, не уснешь, поэтому, говорит, вот пиво, вот еда, пей, говорит, типа, успокойся, говорит, да, просто поговорим, поболтаем, типа, особо рассказать, потому что, говорит, вы не уснете никто. Ну, реально, мы очень сильно переживали. Все, мы посидели, часика, наверное, два-три мы поболтали обо всем, и мы все успокоились. А там были мексиканцы? А, нет. Там были только русские. То есть клиенты только вот приезжие? Именно у него только русские клиенты. А в дальнейшем я уже и латиноамериканцы. Всех увижу, как бы, все там, Южная Африка, там, латиносы, мексиканцы, там все были. Вот. И, получается, мы поспали, за утром проснулись, и за этот счет мы поехали, получается, в куда-то заведение, позавтракали, он сам все оплатил, приехали обратно в дом. Все, говорит, собирайтесь тихонько, теперь, говорит, за вами приедут за через час. Все, проходит час, мы подготовились, он сам уехал, точнее, он нас посадил в машину, приехал мексиканец, очень добрый, очень прикольный был тоже. Приехал за нами мексиканец на обычной машинке, которая не отличается серенькой, такая была, Nissan вроде. Все, он с нами подружился тоже, мы попрощались с ним, и он предупредил, возьмите то, 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 типа, это оставьте, я вам все отправлю. Я оставил свой рюкзак, взял такую с тобой теплые вещи, зал, паспорт, все документы, а другие порвал, ну, тоже билеты, не билеты. И сели мы мексиканцу в машину, и он нас отвез в другой дом. Мы ехали минут 20-25, но мы уехали из Мексикали, отвез, и все говорит, мы быстро-быстро, типа, вы всегда выходите из машины и быстро заходите в дом. Мы быстро-быстро выходим, заходим в дом, и получается 3 метра на 4 метра сидят на полу уже около 20 людей разных рас, мужики, женщины, двухмесячный ребенок был, самый маленький. Над землей мы летим, потом еще 4 тысячи, тут 15 тысяч километров. Представляешь? Остался последний рывок. Остался последний рывок. И все, мы там ожидали, они ожидали, все, ждите. Мы все уселись, мы отдельно были, и мы были как в цирке, на нас все смотрели, типа, о, русские, о, русские, прямо вот так. Дети прямо смотрят на нас, типа, и такие, кто вы такие, что у вас за язык. Это было самое смешное такое. Так, и все, и приходит чувак, 11 человек, бегом за мной. Первая толпа пошла, вторая пошла толпа, и мы такие, типа, надо тоже, наверное, встать впереди, чтобы уйти. И мы пошли третьим заходом. Машина была старенькая, там было, ну, 6, 6-6 людей. Ну, мы-то зашли в эту машину, 12-11 человек. Я сидел в багажнике, видосы есть. Мы, короче, в багажнике. Сейчас едем на конец. Девчонками, багажник был, ну, сантиметров 80 на полтора метра, багажники было пятеро. Пятеро было багажники, друг на друге были. Дальше нас отвезли в нейтральную территорию, от этого дома минут 5-7 мы ехали на нейтральную территорию, и там была яма, как бы, объяснить, ну, яму, скажем. И там все сидели, все, именно, кто был изначально в комнате, в этом, во втором доме, там все сидели. И все, мы так же вышли, нас проводили, мы тоже так же ожидали последний заход. Последний заход приехал, и все, нам орут, кричат, гоу, 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 поднимаемся, видим этот забор, очень-очень длинный, очень высокий. И все, мы побежали туда. Потом я в конце понимаю, точнее, в середине, зачем бежать? Ну, а там уже был шериф, он нас ждал типа идти туда, там есть мост, и сзади еще толпочка людей идут тихонько, аккуратно, и у некоторых ноги болят, они просто идут очень-очень медленно, говорят, зачем бежать? А другие убежали. Там была девчонка, которую типа ее кинули, так скажем, и такой, иди сюда, давай вместе пройдем, типа, давай свои вещи сюда. Все, вон там автобус подъехал, американец сказал туда идти нам. Сейчас, дойдем, вот речка, вон там кукурузные поля, и все. Как дела? Хорошо, порывай, блядь. Мы вместе тихонько прошли, там был мост, и самое интересное, как бы, американец, патруль, стоял за мостом на своей территории, а на этой территории нейтрально стоял мексиканец, мент, и такой, типа, ловит пятерых-четверых, там некоторые успевают его обойти, когда он этих не оформляет, а уж с ними разговаривает. Он такой, типа, маня, маня, типа, или сейчас уедешь в детеншн. Николь говорит, Николь, там, сколько ты ему давал, я такой последний недостойк, он такой последний из кармана то, что было, даю ему и убегаю тоже. Снимаю для себя видосы. Сохранишь, пожалуйста? И все, я перехожу в мост. Ну что, Америка? Там уже стоит маленькая Газель, Форд вроде был, или Шевроле, с одним сотрудником пограничной службы, так скажем, да, американской лужи. Он такой, всех построил, говорит, ожидайте, сейчас с вами еще приедут. Приехали еще три-четыре машины, всех построили, все забрали паспорта, дали документы, и приехал большой автобус. Нас забрали все, шнурки, браслеты. Паспорт российский оставили, заграничный паспорт забрал. Ты тут же на американскую территорию попал? Да, но еще на эту территорию я забор еще не пересек. Потому что, когда мы бежали, мы видим открытую дверь, которую он говорил, помнишь, что это для скотов? А из нее свет так светится с американской стороны? Нет, света не было. И когда мы добежали, оставалось до этих ворот открытых метров, наверное, 40, он такой, что делать, прикольно. И как раз в этот момент приехал американец, типа, бегите туда. Все. И нас забирают, в автобус садят, и дальше нас везут, наверное, час. Нас, точнее, везут по точкам. Нас забрали здесь, другие забрали там, вот так. Точка, наверное, 5 было. Ага. То есть они все знают, где есть возможности зайти? Да, да, да. Всех забирают. Да, хоп, нас забрали, там забрали 5 человек, там забрали троих, там забрали пятерых. А было, что кого-то не забирали, допустим? Нет, всех, всех. То есть там какая-то Спарта, и вот они там в Мексике остаются. И такие, а, стоите, они такие, пошли нахер. Из нас, короче, никого там, всех забрали, всех поставили в автобус. А дальше мы уже ничего не видели, потому что стояли сетки. В автобусе как бы было темно, вообще ничего не видно. И дальше происходит самое интересное. Нас отвозят, получается, как я понял, бордер, а изначально человек, который нас отвозил имя, допустим, Николай, который... Он не Николай. Он не Николай. Я знаю его имя, но он не Николай. Это просто... Он сказал, что попадет сразу в детеншн. Типа палаточный детеншн, он сказал. Такой, приезжаю. О, детеншн, думаю, палаточный, все дела. Оказалось, это просто бордер, расширенный на улице. Нас все загоняет за гон. Мы там, наверное, протачали час, мы не ели, нам дали просто печеньки такой, типа, и воду на... И потом... После часа... А, нас все выкинули. Я хотя бы все передал, передал рюкзак, получая, одному человеку, и чтобы он отправил мне. А те, кто не знал эту информацию, все вещи выкинули. Просто все то, что у них есть. Новый рюкзак, не телефон, а планшеты, то, что не помещается, пакет 20 на 20, все выкидывали. Взяли у нас отпечатки, в дальнейшем... И один чай пью. Сфоткали... Сейчас ты выпью. Я один спать не буду, что ли? Сфоткали, и все, мы свободны. Потом нас просто загнали в этот палаточный лагерь, так скажем, да? Типа, и куда хочешь, там и ложись, типа, где есть свободное место, ложись. В палатке сколько людей? В первых двух-трех там было человек 50. А большие палатки? 40. Нет. Люди друг на друге лежали. Но русские есть русские. Самая дальняя палатка была человек 15-10. И никого других мы туда не пускали. Отопление? Ничего не было. Холодно, холодно. Нет, они стояли. Стояла теплушка, которая греет. Но она не работала. Стояла. Я имею ввиду условия какие? Условия ужасные. Спать там, что-нибудь? Кровати какие-то? Нет, ничего не было. Не кровати? Не кровати, что ли? Брезент. Был брезент на земле. До брезента были деревяточки, потому что она была немного выше земли. Сантиметров 10. И был брезент. И факт там, что два-три офицера было очень злых. Мы одну фольгу брали, а вторую фольгу мы воровали. Когда обедали, ужинали. Одну фольгу клали на брезент, вторую укрывались. Фольга вот так ты делаешь, и она прозрачная. Но эти офицеры видели, что две фольги ночью заходят, и одну фольгу отбирают у нас. И уходят просто так. Ни за что. Брали и отбирали, так скажем. Ночью было холодно. Мы спали по 3-4 часа. Была неизвестность. Всю ночь орали имена, фамилии колумбийцев. Колумбийцы вот так. Латиносы, не знаю кто там еще был. Вот так они приезжали. Их не было. Приезжают. Каждый день, каждое утро мы видели новых людей. Ну поток. Поток новых людей, старых никого. Кроме грузинов, ну кроме русскоязычных людей. А все остальные менялись только так. Там очень мало людей оставалось. И мы думали куда их интересно. Ну не знали куда мы дальше направляемся. Вот. Пробыл я там 5 дней. Нас очень мало кормили. Я похудел очень сильно. Нас гигиены отсутствовало. Не было зубных паст, шампуня. Все та же самая одежда 5 дней. При том, что ночью холодно, а днем жарко. Потешь. Очень было жарко. Вот. 5 дней. Очень санитария была адская. И нас полчаса на 5-й день. Загоняли вообще нас 2-3 раза. По 3 часа мы стояли в маленьком загоне. А вот последний день мы стояли максимально, наверное, самый долгий период времени. Но все-таки меня называют, мое имя, фамилию. И куда-то уводят. Я такой, все, счастливый. Думаю, все, меня отпускают. А меня просто закидывает бордер, только внутренний, который уже в здании. Там тоже спать невозможно. Там кондиционер работал. И в маленькой комнатке было человек 20. Как бы не разместиться. И бетонный стул. Там притачали мы до 6 утра. И началась движуха. Приехали айсы. Забрали с другой комнаты, получается, чернокожих людей. На них одели браслеты. И все. И куда-то выпустили их. Их минови выпустили. Сразу с бордера. Тельса 2-3 опять приехала. Приехали айсы. Эти уже уехали. Айсы открывают нас. И нас. Хоп. Наручники. Цепь. Цепь на поезд. Цепь на поезд, который висит. На руки и на ноги. Цепь через наручники проводят, получается. Как-то. И ты вот так. И на ноги тоже кандалы одевают. И все. Обратно. Давай бордер. И там опять протачали час. Пока что там нас всех не оденут. Мы не ужинали. Мы не завтракали. Все. Мы вообще голодные. Мы не спали. И нас садятся в автобус. Говорят, в автобус покормят. Мы что-то приедем. Все. Три автобуса на военный аэродром. Там рядом было минут пять. Кстати, бордер был в Аризоне. В Аризоне город Юно. Мы поехали в аэродром. И там сели на самолет. Что за самолет? Горазанский обычно. Обычно. Там даже стюардессы были. Классно. Прямо стюардессы были. Все. Мы куда-то летим. Ну, не знаем куда. Вот просто. Опять неизвестность. У нас опять... Обед был. Чипсы Вейс. И батончик с яблокой. Все. Не обляпайтесь. Большой обед. Не обляпайтесь. Ну, говорится так. Ешьте, не обляпайтесь. Да-да-да. А у нас руки вот так. Как бы чипсы. Яблоко. Мы просто брали. Закидывали себе вот так в рот. А яблоко вот так вкузали просто. У нас не было никакого там телодвижения. Ну, мы прилетели. Прилетели. Опять-таки и все. Отношение поменялось. Просто кардинально. Мы выходим. У меня была расстегнута куртка. Ко мне прям прибежали. Типа, стой, стой, иди сюда. Застегнули. Мы автобус посадили и таким прям с милым голосом. Вы сейчас поедете туда. А мы прилетели в Хьюстон. Вы поедете сейчас в Ливингстон. В Детеншн. Все там вас помоют. Прям с добрым голосом. Все так сказали. И все. Мы едем. Один автобус у нас вызвали по спискам. Он уехал в другую сторону. Они до сих пор не вышли на связь. До сих пор. А нас уже просто типа. Давайте. Выходите. Без списка. Посадили два автобуса. Мы приехали в Детеншн. Ливингстон. Город. И нас все там. Все сняли. Идите сюда. Все хорошо. Там более-менее добрые. Там все было. Все отлично. Покормили. Первый раз. Там за пять дней. Нормально. Картошка. Соус. Котлета. Витамин С и витамин Д. А до этого вот. Был тот, кто ну не выдерживал. И выходил. Трое. Слабаки. Трое. Да. Они не могли спать. Получается. Ночью не спали. А днем как бы постоянно нас вызывали. Но если ты насыпаешь, ты спишь максимум минут сорок. Потому что как будто такое телодвижение постоянно происходит. Как бы человек почти не спит. Трое сорвались. Типа нет. Отвезите меня обратно. Ну не знаю. Их просто уводили. Что с ними было дальше. Мы не знаем. Отвезли ли их лихо обратно на границу. Просто пропали. Они пропали и все. Окей. Поели вы картошки. Пропали те, кто жаловался на здоровье. Типа у меня болят почки. Их уводили. А дальше что с ними было тоже мы не знаем. Я не знаю точнее. Все. Но мы поели. Приняли душ. Сдали все документы. Дали деньги получать. Но я не сдавал деньги. Как бы я спрятал. Точнее просто так получилось, что я их не сдал. А нет. Это было на утро. Я немного перепутал. Это было на утро. Там получился душ. А вот обследование сделали. Сделали МРТ. Давление. Вес. Сердцебиение. СО2. СО2 это вот. Короче медосмотр прошел. Да. Медосмотр прошел. Полностью. И все. Нас отпустили. И загнали в душевую кабину. И там колумбийцы. Давай душ опустим. Вышли из кабины. Вот. Самый интересный момент. Нас загнали в душ. Колумбийцы что-то нагрубили охраннику. И нас просто 5-6 часов держали в этом помещении с включенным кондиционером. А мы не спали. Очень холодно. Мы не можем уснуть. И там мне чуть ли самого нервы не сдали. Все. Получается. Мучают. Да. 5-6 часов прошло. И проходила процедура. Опять таки. Телефон проверяли. Деньги сдавали. На что? На шторы. Деньги сдавали. Получается им под расписку. Сколько денег у тебя было в кармане. Но я не сдал. На шторы. Как в классном кабинете. На стену пожалуйста дайте нам. Да. Матрешка. Все. Меня заселили получается в общежитие. Как они сами его называют. Общежитие. Так. Общежитие. Да. Когда я был у врача. Она прям перевела. Типа. Когда будет общежитие. Если вам станет плохо. Общежитие. Когда вам станет плохо. Напишите то что вам нужно медсестре. Окей. Прикольно. Это такой секретный ваш вызов был. Скорее всего наверное. И вас поведут ко мне. Да. И все. Мы нас заселили. И все стало. Отличные отношения. Душ. Горячий. Зубная паста. Дезодорант. Все. Вот туда было. Постель. И мы просто спали сутки наверное. Телефон даже был. Но я с ним не мог разобраться. Сутки двое наверное. Как звонить всем. На тебя звонится не мог. Что за телефон? Она прям висит на стене. Черный. Вам выдали просто. Нет. На стене висели телефоны. Там нужно было комбинации с вами вбивать. И вам дают карточки. Там твой ID написано. Ты ID свой. Хо-хо-хо вводишь. Номер телефона. Код города. Или если ты хочешь позвонить международный. 001. И звонишь там куда-нибудь в Россию. Или куда-то дальше. Люди ближе. Угу. И все. Через 2-3 дня нас. А мы сидели с грузинами и с русскими. И через 2-3 дня нас перевели в общую большую. Большое общежитие. Больше мест было там. Но с колумбийцами и с Перу. Ну вот там начался немного уже опять-таки санитария. То что они не особо за собой ухаживали. А ты зашел какого числа на границу? 3-го марта. Ага. 8-го марта я вот именно началась движуха. 8-го марта мы утром уже были в детеншене. То есть ты без новостей был все это время? Без новостей, без ничего. И мои родные не знали где я. Угу. Окей. Так, ладно. Дальше ты там посидел-посидел. Посидел-посидел. Нас взяли ПЦР-тесты. Сделали фрографию. Сделали опять-таки МРТ еще раз. Все опять проверили. И на следующее утро... Айс к себе еще вызвал. Заставил себе документы. И сказал, что через 2-3 дня вы выйдете. Если подпишешь мне эти документы. Окей. А если нет? Я не спрашивал здесь. Ладно. Я слышал слово, что он меня отпустит. Я больше ничего не думал просто. И наутро проходила та же процедура. Которая при заселении была. Только уже наоборот. Только мои деньги я сдал уже. Меня их спалили в общежитии. Так не делайте. Их спалили у меня в кармане. И когда я уже забирал деньги. Там было на чеке написано ноль. А у меня с собой никаких бумаг нет. И свои деньги я прострал. Их не нашли. Они сказали, что во всем разберутся. Во всем. Деньги твои найдут. Только сутки подожди здесь. Типа мы тебе отдельно отнесли. И говорю, не спасибо. Я сейчас поеду. И их пропьют? Да. Окей. У тебя было интервью на страх? Нет. А как тебя про кейс спрашивали? Никак. Или вообще почему ты что-то просишь? Ничего. Просто ты и шел, и шел, и шел. Меня вызвали. Спросили, кто такая мама. Какой фамилия, имя, национальность, папа. Я сказал, папа русский. Мама украинка. Боишь ли ты вернуться в Россию? Я говорю, да, боюсь. И поставить подпись, что да, я боюсь вернуться в Россию. Я согласен отправить свои документы и иммиграционную службу. Я согласен на документы, чтобы отправить мои отпечатки. И что-то еще было расписаться на что-то еще. Ну вот сейчас середина мая. О, марта. Середина марта. И у тебя вызов на 5 апреля, по-моему, или на 3... Ой, мая. На 3 мая. То есть где-то... Просто, чтобы я пришел к нему. Чуть-чуть больше, чем полтора месяца, получается. Нужно будет ждать вызова. Это во Флориде. Да. А суд через 2 года. Первое слушание. Первое слушание. Как будет суд, там понятно. И документы, видимо, это даже и отдадут. Возможно, да. Я в комментах напишу, когда отдали документы. И все. И самое интересное. Нам ничто не говорят, куда мы, что мы. И поэтому я никому не звоню, не говорю покупать билеты, потому что сейчас мы не знаем, куда мы. На сайт в автобус. Все, мы в своей одежде, получается. Нас садят в автобус и просто везут. И говорят, куда? В аэропорт. Ну, думали, мы приняли в аэропорт, нас рассадят. Типа, давайте заниматься с вами документами, связывайтесь и так далее. Нас просто привезли. Выходите. И уехал. Мы такие, что? Да. То есть ты должен оказаться у меня. Так, как ты вообще хочешь, да? Без денег. Да-да-да. А, вот так вот. Иди на заработки, делай, что хочешь. Вообще, вы просто нас ничего не объяснили. Просто автобус приехал. Просто высадили в аэропорт. Просто высадили, он уехал. Типа, ты свидался? Ну, мораль такая, что нужно связь с кем-то держать постоянно, кто вам может взять билеты, если что. Хотя, тебе хоть раз звонили? Нет. Ни разу? Только ты раз звонил. И даже не мне его, на акцион. Вот так. И все. Ну все, мы взяли билеты, встретили его в аэропорту, в Орландо. Да. Вот мы иммигранта нового встречаем. Новый иммигрант? Новый, не знаю, мужик какой-то посол. Эй, эй. Молодцы. Привет. Привет. Да. Хотя, другие звонили другим. Ну, тем не менее, маленький не звонил. Как и в Америке? Слов нет, если честно. Даже сравнивать не с чего. И вот некоторые пишут, что, типа, скажи там, чем лучше, чем плохо. Я говорю, блин, это небо и земля. Даже сравнивать просто нечего. Совсем другой мир. Да, ты улетел из другой страны, которая поменялась за две недели кардинально. Кстати, это было самое жесткое то, что я вышел, не было ни новостей, ни телефона. И просто смотришь, что еще там творилось за эти десять дней. И просто, что, закрылся МАК, ну, думаешь, ну ладно. И дальше еще больше информации и новостей. Все остальное неинтересно. Да, все остальное неинтересно. Закрылся МАК, все. МАКа нет. МАКа нет. Какого часа прилетела в Канкуне и как были ли тебя встречали? Как мне встретили в Канкуне? Кстати, мне очень обугали то, что с пустым паспортом в Канкуне могут развернуть. И передо мной развернули троих или четырех армян. Прям, типа, они таки подошли, открыли паспорт, типа, и даже не рассматривали. Типа, две-три минуты, типа, туда. Но многие говорят, что просто в Канкуне уже и в Мехико, те, кто прилетает с территории евразийских, вот, допустим, у кого восточный тип лица, либо кавказский тип лица, их просто сразу же до свидания. Ну, не особо смотрят. Цель визита даже. Даже если у тебя там туры, семья, идите куда-нибудь. Да-да-да. Только не в Мексику. И вот, мы стояли в очередь, два-три часа, пока что я там пройду. Меня просто отдал документы, она спросила цель визита, я говорю, я делаю авторские туры, показал ей инстаграм. Она говорит, на сколько дней надо, типа, я такой, ну, я говорю, семь, десять, хватит, и так далее. Не знаю, что там можно на сто восемьдесят оказываться. Она поставила семь дней. Я потом увидел этот листок, я даже не знал, что он нужен мне будет где-то. И когда ты ее убрал, и все, я прошел в Канкуне, и там три-четыре дня отдыхал вроде. А, ну, нормально. Три-четыре дня там был. Кого-то заворачиваешь, кого-то. Да, и очень много, не видитесь в отеле, очень много людей, кто там рассказывает, что там, я там туда собираюсь, туда собираюсь, типа, а ты там по-любому. Я ни с кем не общался почти, я садился, круг там, все-таки, все, там, перейдем так и так, а там не получится. От них прям шел негатив, прям один негатив. А я такой, с пивком на лайте, все получится у меня. Ни с кем не общался, ни с кем не знакомился, ни с кем не копировался. Они там искали все вместе, вот давай скинем все то, давай планом думать и так далее, и так далее. А я такой, нет, а я отдыхаю. Отлично. Все? Когда, обратно? Две недели. Там я шел уже. Билеты брать тебе на середину апреля, да, в Россию? А ты перепутаешь, опять перепутаешь и возьмешь. Можно сразу на Украину? Как нас тут, ты самый, тебя никто тут не притесняет пока? Блин, каждый день ты. А кроме меня-то никого? Я вчера ничего. Нет, такого нету. Как бы даже в аэропорту я такой стреляю, короче, сигарету. О, Russian? Типа все такое. Не про Путина, тоже ни разу меня не спросили. В Хьюстоне мы поужинали, опять-таки я пошел там, буквально спросил сигарету, потому что магазины были что-то далеко. Он такой, о, Russian, типа и давай болтать. А там у меня был чувак, который знает английский, и мы стояли минут десять с ним, просто разговаривали, болтали. И опять-таки ни одного вопроса про Путина я не услышал от него. Он просто все знает. Да. И все, ни слова мне никто не сказал, что там я такой-такой-то, я русский, что я отсюда валю. Такого ни разу не было. Окей. Ну, в общем, мы коротко, как могли. Вопросы и ответы все под видос. И не звоните мне. Не надо, я там не ходил. Типа, есть мой номер, если есть, удалей. Да, да, да. Вот, все. Спасибо, что смотрели. До следующих видосов. Не знаю, когда будут. Скоро. Все, пока. Пока. Ладно, вот даже тебе нужно. Я здесь все правильно сказал? Да, если что, переделаем. Угу. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...